Сегодня под председательством ЗАЗы Дрияева состоялось заседание парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям, на котором единогласно одобрили обращение Государственной Думы к ООН, Межпарламентскому Союзу, Европейскому Парламенту и парламентам стран мира об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей от Украины. Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражают крайнюю беспокойность развитием ситуации на Украине. Киевский режим, подталкиваемый США и НАТО, наращивает военные действия, выводя ситуацию на границ штабного правопролитного противостояния. Силы, совершившие государственный переворот на Украине в 2014 году, окончательно отказались от мирного разрешения внутриукраинского конфликта. Депутаты Государственной Думы, к сожалению, констатируют, что усилия России в течение 8 лет, противостоящие геноциду населению Тонбасса, оказались безрезультатными. В сегодняшних условиях Россия не может чувствовать себя в безопасности в связи с расширением НАТО на восток и наращиванием угроз, исходящих от Украины вплоть до попыток и одетного шантажа. Российская Федерация в полном соответствии со статьей 51 ООН начала в конце февраля 2022 года специальную военную операцию на Украине. Безответственные действия стран НАТО, непрерывно ведущих массовую поставку летального оружия и направляющих на Украину иностранных наемников, не оставляют населению ряда регионов Украины другой возможности, кроме обращения к России с просьбой о защите и помощи. Вот такое обращение нам поступило в парламент, и мы в парламент Республики Южная Осетия должны поддержать наших коллег. Это Российская Федерация является гарантом стабильности Республики Южная Осетия. Мы все понимаем, что когда угроза исходила от наших соседей, Россия нас поддержала, сохранила нам жизнь. И помогает до сих пор. Депутаты Государственной Думы обращаются к Генеральной Ассамблее ООН, здравомыслящим политикам и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию, способному унести тысячи жизней мирного населения, ставящему под угрозу мир и безопасность народа в Европе. Далее обращения обсудят на очередном заседании Президиума Парламента Республики Южная Осетия. Зарина Кочиев, Асама с Гоглой в информационный выпуск сегодня.